Ребят, перед началом ролика хочу вам посоветовать канал Тублерс. Парни снимают футбольные челленджи, пранки, социальные эксперименты. Если вы заинтересованы таким контентом, то обязательно поддержите парней. Они очень стараются и вообще считаю, что тематика спорта должна всегда продвигаться. Поэтому надеюсь на вашу поддержку. Ссылочку на их канал я оставлю в описании. Привет, друзья! Я нахожусь на своем топ-аккаунте. Сегодня буду проводить на нем онлайн-атаки. И, ребятки, честно, у меня много разного материала есть, которые я хочу отснять. Показавте много разных онлайн-атак, колод. Но, серьезно, сейчас начало сезона. С слишком высокопокупком не залетишь. И потно, сложно, в общем. Хочется немножко от этого всего отвлечься и пофаниться. Собственно, сегодня чем я буду и заниматься на этом аккаунте. В общем, ребят, пишите, также предлагайте ваши идеи в комментарии. Ваши идеи реально реализуются в видео целые. Поэтому, если что-то интересное предложите отснять на этом аккаунте, обязательно ваш комментарий попадет в топ. И, естественно, я сниму какую-то либо колоду, либо атаку, которую вы попросите на этом аккаунте отснять. Сегодня я буду играть, ребята, вот такого декой. Я специально сделал колоду, в которой будут все карты прокачаны до максимального уровня. Честно, получилась бредовая колода, на первый взгляд. Но и более-менее похожа на деку. Есть сплы, есть дания дефа, есть танк, есть юниты, которые дамажат, атакуют. В общем, все есть. Но все равно бред как-то. Ну, не знаю, 4-3 эликсира. Не самая дешевая дека. Нету сборщика. Мортира зачем-то тут. Три мушкетера. Ну, в общем, гигант. Не, ну гигант с три мушкетером и комбинируется. Но каким образом тут мортира, да, вы спросите. То есть, ну я реально взял чисто по фану. Я ни в коем случае не рекомендую эту деку и не хочу показать ее какой-то уровень. Просто чисто фанюсь. Также, ребят, если набираем на этом ролике 5000 лайков, 5000 лайков, я следующий ролик запилю, где в колоде будут все рарки 11 уровня. Посмотрим, что с этого получится. Набираем 5000 лайков. Обязательно подписывайтесь и колокольчик включайте, чтобы не пропустить этот выпуск. Также, ребят, небольшое мини-объявление. До конца этого сезона я, скорее всего, этот аккаунт продам. В скором времени уже заинтересован один покупатель. Если он вдруг не купит, я этот аккаунт разыграю на стриме. Поэтому, чтобы не пропустить мой стрим, вы обязательно подпишитесь и включите колокольчик. В общем, честно, я рассчитывал этот аккаунт продать за немаленькую сумму, да, но желающих много. Но не все могут позволить сумасшедшие деньги выбрасывать в игру. Я их понимаю. Вот, поэтому, если не купят у меня его, я его разыграю на стриме среди донатеров. И в которые донаты я соберу на стриме, задоначу себе на холдика и постараюсь прокачать хотя бы приблизительно к такому уровню, как этот аккаунт. У меня там, кстати, уже скоро будет 13 уровень и в 10-й рарке все абсолютно, поэтому там тоже он уже чуть-чуть приблизился к фуловой прокачке. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки и колокольчик, чтобы не пропустить следующие новости по этому аккаунту. А я предлагаю пойти в онлайн-атаку. Итак, 12 уровень подбирается. Начало сезона, 4-600 кубков, могут встречаться фулы. Могут встречаться так же, как и у меня 11-й рарке, 13-й уровни, 8-е эпики. Это все может встречаться в начале сезона. Так, давайте поставим мортиру. Сборщик нужно уничтожать. Сборщик нужно уничтожать рыцарем, отвлечем. Да, это видим 11-й рарке, ребят. Хог, ребята, со сборщиком, это намек на то, что у него 3 мушкетера. Сразу давайте вспоминать. Хог с 3 мушкетерами имеет какие-то спылы или же нет? Нет, это, ребят, не 3 мушкетера, поэтому я не могу знать, есть ли у него там фаербол, молния. Ну, по сути, с Хогом в любом случае должна быть такая карта. Но, если это, ребята, давайте фаербол, если это 3 мушкетера было бы, то, возможно, даже фаербол бы отсутствовал в этой деке. Но я уже увидел, я уже увидел фаер, вот. В общем, он у меня задефал. Я не знаю, что по эликсиру, но сейчас, скорее всего, он поставит сборщик. Если это произойдет, я сделаю сразу пуш. Гигант, вот, гигант плюс, я не знаю, 3 миньона. Давайте, 3 миньона. 3 миньона, если есть еще и стрелы, то я, конечно, неудачник, серьезно. Ну, по идее, должен гигант нанести хоть пару тычек. Одна тычка, вторая и третья. Ну, 11-й гигант, он и в Африке 11-й гигант. То есть, ну, мы понимаем, да, что у него много хитпоинтов, много... Ну, то есть, он долго живет, поэтому на 3 тычки его хватает. Ну, очень интересная связка, на самом деле, Хог плюс гигантский скелет. Не знаю, что это может значить, но достаточно странно. Вот сейчас, как мне дефать Хога, если он выбросит? А он его выбросит. А нет, он ставит, ребята, ставит сборщик. Я кину фаербол на тот сборщик. Давайте сборщик тут немножко покоцаем. И я думаю, что сейчас не будет проблем у меня задефаться. Я не знаю, что у него за дека, серьезно. Давайте сплит сделаем, чтобы фаер был на двух мушкетеров, а на одного, который мне будет на деф, был справа. Так, тут у нас мортира. Отлично, сейчас 3 мушкетера все будут оттачить Хога. Отлично. Спокойно дефаем. Тут у нас рыцарь. Вообще не понимаю его колоду. Вообще, ребят. Смотрите, как четенько мы задефались. И смотрите, как четенько мы переходим, ребята, в пуш. Да, у него гигантский скелет, но это его не задефает. Давайте так вот фаербол кинем. Нам нужно все равно там фаерами уже забрасывать. Там буквально 2 фаербола нам останется. Не, уже все, не надо нам никакие фаеры. Мы тут и так задефаемся. Так, 16 секунд. У нас еще жива мортира. Слушайте, ну достаточно годно получилось. Но мне кажется, это из-за того, что у противника дека какая-то странная. Ну, Хог с гигантским скелетом. Я понимаю, Хог с Пекой. Ну, с гигантским скелетом. Серьезно, не знаю, ребят. Не знаю, на 4600 таких редко встретишь. Но Хог был 11 уровня. То есть тоже прокачка у него неплохая. Давайте на профиль его посмотрим. Слушайте, ну 5600 кубков как-никак рекорд. Возможно, он просто фанился, я не знаю. Но прокачка у него фуловая. Поехали. Поехали еще 2 онлайн атаки проведем. Я на самом деле не знаю. Не рассчитывал, что я буду тащить. Я чисто хотел пофаниться и прокачкой повыделываться своей. Реально. Аурум ТВ. Ребят, я не знаю, это фейк клан или же нет. У парня, знаете, сейчас депрессия. То есть он удивился, увидев ник Кристалл. Кристалл и уже, знаете, в отчаянии упал. Хотя на аккаунте Кристалла не Кристалл, не хозяин. Поэтому лучше бы он не расстра... О, стоп, 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 стоп. Тут гигант. Поэтому зря он расстраивается. Так как я слабо играю. Тем более с мортирой, блин. Он играет с мортирой. У него колода мега дешевая. Мега дешевая. Давай, тут стрелы. Тут стрелы. Так, тут у нас рыцарь пойдет. Надо контрить мортиру. Серьезно, надо контрить. Смотрите, фуловый гигант стоит, оттачит вышку. Мы забираем мортиру. Так, хорошо. Задефались. Нанесли урон. Все отлично. Но что делать дальше? Серьезно, что делать дальше? Давайте три миньончика. Если он тоже поставит мортиру, я поставлю сразу мортиру. Ну вот как-то так. Так, рыцарь. Окей, окей, пускай так. Значит, у меня гигант. Я могу гигантом отвлекать мортиру. Ну, допустим, смотря с какой стороны будет мортира. Либо, знаете, сразу вот у меня уже хватает эликсира на три мушкетера. Вот что делать? Давайте мортиру ставить. Давайте ставим мортиру мы. Что с его стороны будет? С его стороны тоже мортира. Я предлагаю кинуть фаербол. Я предлагаю кинуть фаербол. Тем самым мы заберем его мортиру. И мы нанесем урон фаерболом по вышке. Но нам в любом случае надо как-то наносить урон. Если он будет сидеть в дефе и забрасывать меня ракетами, то с этого ничего хорошего не выйдет. То есть я не смогу гигантом пропушить. Но у меня есть три мушкетера, и он к этому 100% не готов. Я не знаю, это фейк Аурум ТВ или же нет. Серьезно. Ну да, вот о чем я говорил. Но сейчас, ребят, знаете, в самый раз выбросить трех мушкетеров в одну сторону. Просто всех мушкетеров. Хотя нет, у него же мортира, я забыл. Ладно, тогда делаем вот так. Тогда делаем вот так. Делаем вот так. У меня действительно очень странная колода. И я не уделюсь, если я проиграю. Да еще и, ну, нормальному игроку. Все-таки, как-никак, он с Аурум ТВ. Значит, сидит он высоко, играет хорошо. Так, тут у нас пойдут лучницы. Так, хорошо, тут у нас пойдет рыцарь. Так, 900 хп осталось. Ребятки, это еще три фаера, вроде бы как. Правильно? Три фаера. Я предлагаю кинуть три мушкетера. Возможно, не самое умное решение, не самое обдуманное. Одну тычку, одну тычку, целую тычку сделал у нас мушкетер. Поэтому мы сейчас, смотрите, что делаем. Вот тут мортиру ставим. Так, хорошо. И сейчас будем фаерболами закидывать. Будем забрасывать фаерами. Так, хорошо. 100 хп остается. Тут у нас пойдут лучницы. И сейчас нам самое главное не потерять вышку. И откатиться до фаера. И, в принципе, победа. Так, 100 хп мы добьем стрелами? А, так мы добиваем стрелами, лол. Хорошая игра. Блин, я не ожидал, что я выиграю. Камон, у меня... Единственное, какой у меня плюс, это фуловая прокачка. Ну, естественно. Это, наверное, единственный и самый главный плюс в этой колоде. А так, ну, дека достаточно странная. Давайте посмотрим. Это фейк Аурум ТВ или нет? Нарек. Я не знаю, кто глава в этом клане. Ну, вроде бы нет. Аурум ТВ. Так. Кэштег я посмотрел. Сейчас посмотрим. Да нет, ребятки. Это не фейк. И это реально был парень с Аурум ТВ. Круто. На самом деле, реально было прикольно поиграть против него. И хорошая была игра. Но у меня решила прокачка. Хотя, ребят, у него тоже прокачка фуловая. Но только комонки. Рарки у него очень слабые. Девятые. То есть, по сравнению с моими 11-ми рарками, то есть, реально, ему сложно было. Окей, последний бой. Достаточно странно, что я уже два боя выиграл. Серьезно. Рассчитывал, что будут ничьи. Либо проигрыши. Ну, максимум выигрыши. Если я там, ну, не буду рачить. Ну, как-то, как-то странно, что я уже два боя подряд выигрываю. Ну, ладно. Поехали. Сейчас, возможно, я уже и проиграю. Пора бы. Сплит лучниц делаем. Серьезно. Блин, какая-то у меня странная дека. Тут у нас миньончики пойдут. Так, хорошо. Задефались. И ставим, ребята, Морту. Ставим Морту. Так, ждем какие-то следующие действия. Тут у нас пойдет рыцарь. Элитные варвары. Что же это может быть? Это может быть дека, ребята, с Хогом. Вау, вау, вау. Как отлично сейчас лягут стрелы. И просто, ребята, мы сейчас в таком плюсе по эликсиру. Смотрите, мы задефали его трехмушкетера. Ой, блин. Элитных варваров, орду миньонов дешевле, чем он потратил на атаку. Вот. Смотрите, уже 2000 хп на его вышке. Это просто орд. Я в начале боя уже ему снес... Сколько? 1000 хп, да? 1000 хп. Даже никакую атаку и не строил особо. Эээ, давайте фаер кинем. Не знаю, что тут бросать. Вкину фаер. Эээ, не знаю. Может и не надо было фаер. Ну, в общем, ладно. Не суть. Задефался и задефался. Сейчас самое главное держаться по эликсиру. Не проигрывать. Давайте сплит. Давайте сплит мушкетеров. Конечно, нужно было делать интригу до конца боя. И в конце их показать. Так, вот фаер плюс зап. Окей. Окей. Мы ставим мортиру. Мы ставим мортиру. И чё у нас? Оп. И мортира сагрилась на вышку. Это отлично. Это просто гениально. Ой-ой-ой-ой. А вот это, ребята, было бы крайне, крайне неожиданно. И вообще очень плохо. Очень. Во-первых, что мушки... Отлично. Ну, хоть рыцарям я какое-то здоровье продлил моей вышке. Ой, блин. Точнее, не здоровье, а жизнь своей вышке продлил рыцарям. Тысячу хп остаётся. Слушайте, я не ожидал просто огненных духов увидеть. Всё, буду знать. Окей. Всё равно, я думаю, что у меня есть шансы на победу. Достаточно странная моя у противника дека. Давайте тут сплит. Сплит делаем. Конечно, блин, неправильно я сделал сплит. Надо было так, чтобы один мушкетёр остался у гиганта. А два пошли налево. Так, ладно. Ладно. Тут у нас так пойдёт. Тут три миньончика пойдут. Хорошо. Тут у нас пойдёт мортира. Отлично. Тут у нас рыцарь пойдёт. Хорошо. Так. Просто найс. Вы видели, как я забрал... Тут у нас гигант пойдёт. Для дефа от элитных варваров тысячу хп остаётся. Я думаю, что задефаемся. Я думаю, что ничего страшного тут нету. Главное сейчас не затупить стрема мушкетёрами. Это главное... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Давайте фаер. Фаер бросаем. Блин, очень опасно. Блин, я не хочу проигрывать ему. Ну, я проиграл. Ну, блин. Реально, не хотел ему проигрывать. Слабый игрок. Слабый. Ну, я отдаю ему тут осталось 58 хп. Слабый и страдает, ребята. Ну, ДЦП видим, да? Видим. Ну, поэтому по смайликам видим. Ну, он рад, что выиграл у меня с фуловой прокачкой. Молодец. Реально, бомж конкретный. С такой колодой. Блин, как он меня выиграл? Ну, ладно. У него бред колода, у меня бред колода. Поэтому, как-то так получилось. Бред колода выиграла бред колоду. Парадоксально звучит. Да. Тавтология. Ну, ладно. Поехали. Последний бой. Последний бой. Я не хочу завершать таким... Такой ху. Ну, проигрыш был ужасный. Вообще. Выиграл парня с Аурум ТВ и проиграл какому-то ноунейму бичу с элитами. Ну, это лог. Ладно. Ну, ошибки какие у меня были? Наверное, то, что я дефался гигантом. И то, что я, наверное, неправильно делал сплит мушкетёров. То есть, ну, я в саппорту гиганту делал так, что... Ну, то есть, делал ему выгоду бросать мушкетёр именно туда, где есть гигант. Гиганту не шли какие-то юниты в саппорт. Так. Я думаю, что это, ребята, кладбище. Поэтому мы сделаем вот так рыцаря. Сделаем вот так рыцаря. Готовим фаербол. Вот он фаербол. Чтобы убить банду. И убить... Блин, не получилось убить банду полностью. Поэтому миньончиков ещё подкидываю. Снова какая-то такая себе атака в начале боя. Ну, если этот бой проиграет, то больше не пойду. Больше позориться не пойду. Так, давайте тут вот так. Вау-вау-вау. Блин. На стрелы не хватает. На стрелы не хватает. Ну что, мы убьём хотя бы миньонов? Ну, хотя бы миньончиков. Ну, один миньончик. Ну, лол. Ну, это, блин, ребят. Ну, на одного миньона стрелы выбрасывать. Чё так ему повезло, а? Чё не было у меня стрелы? Или были стрелы? Я просто не успел. Не знаю. Короче, минус вышка. Минус вышка. Что я видел у него? Вышибал. Увидел орду миньонов. Эх, блин. Блин, ну плохо. Две катки так хорошо начинались. И в конце вот так вот лажаю. Ну, погнали. Ладно, выбрасываем гиганта. Я ещё не видел его с пылы. Это для меня будет ещё загадка. Что у него там за спыл? Или я видел фаербол? По-моему, фаербол был, да. Я уже просто запутался, ребят. Давайте сплит. Одного мушкетёра гиганту. Два. Так. Ну, я думаю, тут фаер. Блин, кривой фаер. Не всех задеваю юнитов. Будут миньоны, сразу стрелы. Сразу стрелы летят. Отлично. Он забивает на двух мушкетёров. Точнее, не забивает, но не успевает одефаться. 46 секунд остаётся. Я его, в принципе, задефал. Вот. Переходим сразу же. Ещё одну атаку. Пушим его. Пушим. Давайте поставим мортиру. Поставим мортиру. Не знаю, что с этого получится. Миньончики пойдут. Так. Гигант. Окей. Сейчас дефаем гиганта. Быстренько. Тычку делает гигант. Вторую делает гигант. Тычку. Третью. Плюс мортира сделала тычку. Так. Четвёрт. Блин. Четвёртую не успел. Ааа. Не успеваю. Не успеваю. Походу проиграл. Блин. Сколько мне ещё фаеров? Блин. Ещё много. Слился. Всё. Короче. Проиграл. Проиграл я тут. И... Блин. Ну, может успею. Может ещё успею. Не. Блин. Начиналось всё хорошо. А в конце как-то всё плохо пошло. Ну, блин. Я честно. Я не плевать. Я не за кубками пришёл сегодня. Правильно? Кстати. У меня клановый сундук. Давайте откроем. Возможно мне дропнется с него что-то интересное. Так. Ну, у меня всё по фулу в принципе. Мне чё надо? Мне эпики надо. О. Гоблинская бочка. Окей. Краун чест таки не добили. Краун чест не добили. Да я и не хочу его добивать. В принципе. Следующий ролик будет со всеми рарками. Если набираем 5000 лайков. В общем, ребят. Как-то так. Давайте посмотрим, что у него по рекорду. 5200. Ну, слабые. Блин. Вначале выиграл сильных противников. А слабым проиграл. Как-то неправильно всё. Ну, я не расстраиваюсь. Поэтому подписываемся на канал. Ставьте лайки. Ждите мои новые выпуски. Скоро будет много разного материала по этому аккаунту. Ну, и включайте колокольчик, чтобы не пропустить, если будет розыгрыш этого аккаунта. Всё. На этом прощаюсь. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok